друзья вы посмотрите как вместе гармонично значит армянская тибетейка мексиканский кактус и кофточка тоже вполне себе мексиканская бизонская аризонская мексиканская да с кактусами вот друзья женщина это выставка ходячая достижение интернационализм ну и конечно друзья секвой кто не любит американских секвой калифорнийских даже я не знаю вот они секвой и мы может быть вы узнали это место мы прибыли на винодельню на этой винодельни мы с гостями а у нас тут гости из разных мест вот ирина которая вы знаете из оригона да значит расскажешь какую-нибудь историю веселую нам о чем о чем-нибудь в эмиграции а вот к например как вот допустим не знаю броду полезли в воду и там смешное приключилось ну я-то приехала давно 20 лет назад вот что было ну что сейчас расскажу интересную историю так значит поселили нас тогда в районе где жили в основном афроамериканцы это есть такое в оригинале такое но сейчас он уже совершенно другой район тоже застроена вообще у нас интеграция большая население везде смешано но вот о это хотят запарковаться запарковать там был такой частный дом и поселили сверху две семьи там поселили две русские семьи с афроамериканцы лили ну районов американские дом отдельно стоящий и обнеры были кстати белые американцы да они просто и они надеялись на то что может придут как в брайтон бич значит русские и выселят вот мы там заселились мы на первом этаже и над нами еще две семьи куда-то с краснодарского края при помощи и вот вечерком значит мы открываем все окна двери там что проветрить сном и вдруг приходит огромного роста такой афроамериканец начинает к нам стучать может там кто-то жил его знаком или что и мы начинаем с ним разговаривать по-русски и он в ужасе совершенно моткуда выскакивает но испугался русский но потом мы обратили внимание что значит соседские там вот эти дома и все и у русских естественно был такой обряд значит перед сном обязательно сесть на крыльце в конце дня все руки ну наши соседи там семечки бэйбочек своих вывозили там вот и вот мы там сидели разговаривали обо всем смущали а про американцы мы их страшно смущать они в ужасе обходили двадцатой дорогой да вы что да они вообще они не понимали в том что чем это действительно мы их не понимали они раз не понимали но мы так нормально в общем то ну в итоге все закончилось хорошо да мы выехали просто друзья вот олег мы с ним учились в одной школе и значит тут он на четыре года моложе и вчера друзья я получил письмо в в личке пошли в личку получал письмо от человека бабушка которого серафима зенобьевна у нас с олегом химию преподавала а у меня она еще и была и классной руководительницей фронтовичка я ее помню там в медалях в орденах и вот она жива знаете как и было это сорок три года назад так кошка играет с живой мышкой а где живая мышка мышку я вижу я только собирается убегать а где мышь она маленькая такая прям перед ней зубами прям хватает кушать и не хочет конечно не голодная ладно пошли крупно крупно снимаю она прыгает как тут она удирает она вроде как она удирает нет они пытаются на этом нахоте все она с ними вот он нашел дед она отвлекла господа движемся в сторону винотим какой-то привет-то там через внук обязательно серафиме зенобьи да сколько она бедная на нас насмотрелась то всяких до 120 главное главное чтобы не просто до 120 а чтобы жизнь была врана первый не первый раз друзья мы с вами здесь вот тут люди значит они работники наливают вот наливают вот из этого тут есть выбор некоторые вот можно попробовать целый спектр спектр да а вот там можно прикупить вот они здесь торгуют и там тоже там тоже идет дегустация потрясающий прилавок какой толстый красивый вот здесь тоже самое красивая печь а тут друзья прямо целый можно сказать джаз-бэнк намечается знаете друзья такая мирная пизанская картина вот там сено я извиняюсь вы видите что творят да и тут у нас толстенные секвой это дерево с самой большой биомассой на квадратный метр поверхности что мы дегустируем это первое вино пино нуар пино нуар так ну что будем так очень ароматная виноградиком пахнет так 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 2013 год 40 долларов быту очень легкая я бы сказала ягодный привкус такой вот чувствуется я чувствую гранат и кренбери здесь помню мысленно мысленно шириной многие наши зрители вот тут должны быть такие глиняные кубшины куда сливают остатки не видать в общем для сливов есть специальные кубшинички русские брокеринк в общем сейчас Два очки? Да. Ну что, народ? Давай. Докладывай, как там. Винто. Хорошо. Это еще не распробовал. Хорошая вино. Вот многие твои бывшие ученики в Москве смотрят нас, говорят, вот педагог там математику преподавал. А ценит ли он вино? Я не знаю. Я, ну, не знаю, какой из меня ценитель, но вкусное. Но ты... С удовольствием. Ну, если бы... Тогда, наверное, был бы не учитель математики, а сомелье был бы, если бы я в этом лучше понимал бы. Да не сомелье, нет. У нас в 57-й школе был учитель математики. Алексей Иванович. Я не застал уже. Его не застал. Так он, знаешь, его знали многие в пивных заведениях. Ну, вряд ли он был сомелье. Я думаю, это по-другому называлось. Нет, нет. Ирина, что это? Сейчас... Там сказали, что он из стробери. Так. Клубничный. Окей. Да. Чувствуется? Чувствуется немножечко. Такой клубничный. Интересно. Что мне нравится в этих венах? Они очень легкие. Легкие, да. Они такие молодые вена. Угу. Угу. В них нет вот такой обычной густоты, как пенануар, к которому мы привыкли. Такой густенький обычно, да. Насыщенный такой вкус. Много там всякого вкуса. А эти очень... Они более кислые, чем обычные пенануары. Они чуть-чуть кислее. Но оно пьется легче. Хорошо, хорошо. Я люблю. Как пачечок с соком. Меня все время спрашивают, Михаил, как же вы так за рулем? А значит, в таком месте. Друзья, а я и не пью. Я так просто радуюсь вместе с нашими гостями. Я не дегустирую. Я так вот. У нас Олег мог бы быть иллюстрацией вот к этому анекдоту, что бороду сбрить можно, а у Миша куда девать? Вот. Поэтому и не бреет. Ну ладно. Давайте. Вот он бьет тут, а я вспоминаю, как водил я их в поход, и он провалился у меня под лед. Мы по какому-то... Ну не совсем. Ну да, но почти. Там было мелко. Если бы там не было мелко, он бы вообще туда ушел. Но поскольку там было глубины по пояс, то он под лед провалился и остался по поясу. Нет, это было совсем интересно. Я провалился вот так. То есть у меня, не помню уж какая, правая или левая половина была мокрая, а другая была сухая. Именно вот таким вот образом. Ну, можно я покупал. Ты был в этом походе? Надо же. Я помню Гришу Дановича. Ну послушай, я же все-таки от школы был. Гриша ж не мог вас везти? Да. Я преподавал. Я вас вел. Это вот была звездочка эта самая. Ну, я обстоятельств не помню. Помню, мы идем, там лед какой-то. И казалось, что мы по этому льду можем пересечь там заливчик какой-то. Вот. И мы шли-шли по льду, а ты раз и провалился. И мы тебя водкой оттирали. Это я помню. Вот. И даже немножко внутрь попало. Ну, я уж не знаю там. Было ему лень. Меня... Да, 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 да. Нет. Меня убедили в том, что непременно надо. Внутрь? Да. Ну, хорошо, что водка была. Но я не сопротивлялся. Да. Я им верил. Такое друзья в жизни бывают. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Друзья, если бы вы могли вместе со мной вдохнуть этот хвойный секвойный аромат если бы вы могли, вы бы обязательно взяли бутылочку и так вот где-нибудь сели тут и поинжоили, что называется здесь невозможно не поинжоить так, Света хочет, чтобы я вам секвой поснимал, в эту сторону, да, Света? наверх, наверх, наверх прямо, наверх, наверх прямо, наверх прямо, еще выше, тогда получается, что мы, друзья, в колодце это интересно, все-таки она растет, это не как сосна значит, как цвета, аромат как? это называется, как ее розы они? лавандовые розы, еще называют пыльные почему-то, да, 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 да стерост, да цвет такой пыльный но цвет очень нежно-лиловый, замечательный цвет запах невероятный если носом туда залезть, просто что-то невероятное к сожалению, запах не передается и ручеек тут, понимаешь под рыдвудами могучими вот туда он тоже пошел течет ручей окно он журчит я надеюсь вам слышно а вот друзья растут гортензии без всякой претензии говорят что в райкомах комсомола их любили а здесь вот беспартийно растут вот вы видите друзья это оборудование для теста на трезвость видите тут кто пройдет тот трезвый туда к столикам на верандочку вот на это до 15 минут от винодельни и мы на океане такой денек сегодня пасмурный а на винодельни было солнышко взять как вот все меняется так света что переменчивая видишь тут пасмурно только что на винодельни там солнце светило да да а здесь холодно друзья мы попали на дегустацию баранины значит едут соусом булочка соусом теперь парашек это да да теперь новичкам океан берема так олег как у нас ну я неплохо неплохо ну ну